Дума Югры Принимаются законы округа, выходят подзаконные акты, вносятся все необходимые изменения в действующие документы и разрабатываются новые. Помимо этого югорчане собирают гуманитарные грузы для наших ребят и оказывают поддержку их семьям на местах. Всего в округе на сегодняшний день гражданам, принимающим участие в СВО и членам их семей, предоставляются 23 меры поддержки в 8 сферах жизнедеятельности. Соцзащита, образование, здравоохранение, ЖКХ. Только за прошлый год выделено на оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям порядка 2 миллиардов рублей. Подчеркиваю, это без федеральных денег, это из окружного бюджета. И если говорить о количестве получателей вот этого пособия, это около 10 тысяч человек. Вот поэтому такая работа, она ведется постоянно. Если говорить о каких-то изменениях в закон, какие льготы для участников специальной военной операции, это компенсация оплаты в детские сады, это двухразовое бесплатное питание в школах, это компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг, это внеочередное и бесплатное предоставление земельного участка. Как в рекламе, собери покрышечки. В Сургутском районе очистили резиновый ручей. Водоем на окраине Белого Яра известен тем, что из него ежегодно вылавливают шины. Установить, кто их скидывает, очень сложно. Непонятно даже, из какого места они приплывают. Ведь в период половодия резиновые изделия мигрируют по течению. Большинство покрышек старые, с непробиваемым слоем ила. Вытаскивать их вручную трудно, уборка занимает много времени. Помимо шин, в ручье находится и много другого мусора. Стоит отметить, что в резине могут содержаться различные вредные вещества. Они могут вызывать у человека образование злокачественных опухолей. Покрышки выходим второй раз. Выходили по большой воде. Все, что смогли, убрали. Сейчас вода упала, вода малая. Вытаскиваем. Но сегодня вытащили порядка уже 25 покрышек из воды. Ну и еще осталось, наверное, покрышек 30. В Ханты-Мансийске строят хоккейный корт на футбольном поле. Это не хулиганские выходки, а подготовка к матчу «Русская классика». Он пройдет в рамках Всероссийской хоккейной лиги. Но особенность этого матча в том, что играть команды будут на открытом воздухе. Поэтому место проведения матча выбрали стадион «Югра Атлетикс». Сейчас здесь идут работы по возведению хоккейной коробки. В первую очередь выравнивают поверхность с помощью песка. После того, как покрытие утрамбуют, начнут заливать лед. А уже после этого устанавливать борта и защитное стекло. К слову, лед намораживать будут искусственно с помощью специальной установки. На руку организаторам сейчас играет хорошая погода и отсутствие осадков. Это дает возможность не только сделать хорошую ровную поверхность из песка, но и хорошо поработать с ледовым покрытием. 2 ноября уже коробка будет готова. Кстати, играть на ней можно при температуре плюс 13 градусов, но не теплее. Сам же матч состоится 4 ноября. «Югра» примет Тульский АКМ. Будем монтировать ролл-маты, подключать их, опрессовывать, заливать жидкость, чтобы намораживать. Потом мы намораживаем первый слой, его подготавливаем. Потом у нас только на лед уже будет монтироваться хоккейный борт. После этого хоккейный борт будет опять вмораживаться, устанавливаются стекла, заходит Олимпия, выравнивает этот лед, и мы наносим разметку. Ну и уже набираем толщину льда, которая нам нужна для игры. Продолжение следует...